Вот 29 апреля в село Осиново, Зеодольском, бродящие собаки напали на 11-летнего школьника. Он как жив остался. Вот он находится в ДРКБ, пока его жизнь не угрожает опасность. Мы очень надеемся, что спасем. Вы представьте, какой шок и какие последствия для этого ребенка. Это же не единичные случаи. Там ГИС, народный контроль, зачетный период. Количество обращений выросло на 30%. Это в прошлом году. В прошлом году тоже много было. За медицинской помощью по поводу повреждения, нанесенных безнадзорными животными, вот только за три месяца обратилось 1196. Это те, которые обратились. Вопросы в сфере обращения с животными полностью находятся в зоне ответственности муниципальных районов и городов. Но у нас, может быть, система не до конца. У нас и по бюджету определенные суммы определенные. С одной стороны, мы должны быть человеческим лицом, относитесь к животным. Но кто-то же это порождает безнадзорных животных. Главам городов и районов необходимо усилить контроль за количеством и поведением животных без владельца на территории муниципального образования. Обеспечить строгое исполнение подрядными организациями контрактов. Не только контракты. Вести работу по организации межмуниципальных приютов. Алексей Валерьевич, во-первых, их не должно быть. Мы должны сделать все, чтобы организовать отлов и определить работу, какие приюты, где должны быть. Персональный ответ руководителя районов и городов. Наведите порядок. Все, что необходимо, значит, на уровне правительства мы готовы подключиться. И если есть частные, посмотрим давайте, что им нужно. На свои деньги, не на свои, ничего, даже на свои деньги. Я готов свои деньги тоже дать на это дело. Чтобы такого позора не было, чтобы таких вещей не было.